итак дорогие друзья всем привет сегодня я проведу такой интересный обзор по дубликаторам автомобильных ключей а точнее автомобильных брелков все началось с того что я захотел поменять вот этот вот уже такой под уставший довольно брелок для автомобильного замка центрального замка захотел его поменять ну и даже чисто с эстетической стороны как это уже выглядит не сильно привлекательно захотел поменять на какой-то более интересный брелок значит или вот такого плана в кидае можно еще заказать очень неплохие брелочки и значит как вы знаете для того чтобы поменять свой брелочек вот вам надо знать по крайней мере частота на которой он работает мне мой товарищ подсказал что скорее всего мой брелочек работает на частоте 433 мегагерца ну и первое что я сделал естественно на алиэкспресс заказала такой вот дубликатор автомобильного брелка на 433 мегагерц вот пришел вот такой классный брелочек классный вот такой вот брелочек вот и я довольный давай сейчас мы его склонируем значит почитав инструкцию в инструкции говорят для того чтобы сделать дубликат этого брелочка нужно зажать вот эти две клавиши верхние вот у нас прошла индикация далее я зажимаю клавишу допустим закрыть которую хочу запрограммировать вот у меня один раз мигнуло и я нажимаю брелочек который хочу планирую ничего не происходит ну после этого я начал думать что у меня мой брелок работает на 315 мегагерц отложил я этот брелочек в сторону приходит мне вот такой вот брелочек на 315 мегагерц точно так же дубликатор автомобильного брелка на 315 мегагерц индикация очень слабая ну и есть индикация вот точно так же я значит зажимаю две клавиши хочу значит его склонировать ничего у меня не выходит вот и я начинаю задумываться а почему так происходит и естественно решение я не нахожу потому как сильно в этой области не силен я заказываю комплексное решение вот центральный замок значит с двумя вот такими брелочками на 315 мегагерц он работает ранее я делал такой видео обзор распаковочки этого центрального замка ссылочка в описании этого видео кому интересно ну и значит подключаю я вот этот центральный замок вместо своего центрального замочка чтобы уже в комплекте были вот эти два ключика и значит опять неудач все работает как бы брелочки все завязано подключил я правильно это все дело значит на свой автомобиль но у меня значит вот эти приводы которые стоят дверные приводы они у меня значит передние два открываются закрываются а задние два им почему-то не хватает мощности они еле-еле дергаются вот я написал значит продавцу жду пока ответ какой он мне даст может быть кто-то сталкивался из вас уважаемые зрители можете подсказать мне в принципе если кто-то знает в чем проблема может быть где-то что-то я неправильно подключил но делал все в принципе по инструкции вот почему не хватает мощности я уже и ток замерял и и напряжение не знаю в принципе ток аналогичный с моим родным центральным замком может быть я не в ту область копаю подскажите пожалуйста вот но суть видео в принципе не в этом я значит нашел интересную значит такую закономерность после того что я обнаружил я даже не знаю в какую область копать сейчас я вам все покажу и вам на видео все будет ясно вот смотрите 315 МГц дубликатор ключа и 433 МГц дубликатор ключа значит смотрите давайте его попробуем запрограммировать вот это 315 МГц смотрите смотрите что происходит каким образом 315 МГц смотрите запрограммировалось точно так же эту клавишу давайте смотрите смотрите программируется брелок на 433 МГц запрограммировался под брелок 315 МГц как такое может быть объясните объясните почему так происходит почему я не могу брелок на 433 МГц запрограммировать на вот этот хотя 315 МГц легко программируется на 433 МГц для меня это загадка просто загадка вот но еще одна особенность как я определил уже в дальнейшем что у меня точно мой брелок на 433 МГц работает старый мой брелок когда я значит подношу ну подхожу к автомобилю своему зажимаю вот этот допустим брелочек на 433 МГц и пытаюсь управлять старым брелком у меня старый брелок не работает потому что значит вот этот 433 МГц он забивает значит рабочие частоты видать приемник он получает вот эти значит команды на 433 МГц и этот брелок не может сработать то есть они работают в одном диапазоне вот этот же брелок когда я нажимаю клавиши я могу спокойно управлять то есть 315 МГц не подходит для для вот этого значит центрального замка а 433 МГц подходит но почему он не программируется я не в курсе почему программируется 315 МГц на вот этом брелке я тоже не могу понять все дорогие друзья ну и точно так же вот этот вот брелок почему-то на 315 МГц вот он на вот на вот этот брелок не программируется может быть вот это не 315 МГц мне китайцы прислали все всем спасибо за просмотр кому было интересно данное видео ставьте лайки задавайте вопросы в комментариях подписывайтесь на мой канал всем пока